Здравствуйте, дорогие жители и гости Судака. Ну вот небольшой репортаж по итогам вчерашнего первого такого знакового заседания общественного совета территории города Судака по распоряжению наших властей Крыма. Они прошли уже все по всем селам, поселкам. Остался вчера, прошел по городу Судаку. 28 числа в 15.00 конференц-зале я прошу всех людей, понимаете, оторваться от телевизора, своих дел, от диванов, прийти на территорию уже со всех сел, активистов и поселков, чтобы принять активное участие в этом мероприятии. Что не получилось так, что опять придут по линии администрации все представители администрации города, депутаты Единой России, понимаете, и все наши вопросы будут заблокированы. Как себя прошло? Ну что, зал, малый зал был практически полный. Люди возмущались, почему не конференц-зале, где можно поддержать, не поддержать их отношения, мнения, разные вопросы. Вообще никто не ожидал, что столько людей придет. Началось с того, что Ткальченко сразу объявил повестку дня. Странно было, что повестку дня она объявляет, она формируется как-то, каким-то образом. Но регламента нет, поэтому все это идет как-то стихийно. Понимаете? Началось с того, когда объявили повестку дня, что должны выступать руководители занясти о том, что проводят какая-то учеба у них, что МЧС выступит, что надо, нельзя жать костры, понимаете. Но это смешно слушать было, поэтому, конечно, пришлось возмутиться. И в поддержке наших участников собрания вопрос был поставлен с головы на ноги. То есть сначала мы рассмотрели вопросы обращения жителей по вопросам нас, касающихся, а потом уже информация Центрознанности и товарища из МЧС. Ну, как всегда, учитывая, что мое заявление было зарегистрировано, началось мое заявление регламент, сколько минут, чего, как, и так далее, и так далее. Но опять же, нет регламента, нет понимания, как проводить. Не дают 10 минут, а потому что шелка 10 минут, а может мне 5 минут хватит. То есть, по регламенту было положено, чтобы председатель и его заместитель зачитали мой вопрос, вот четко написали, и проголосовали. Эта минута занимает, дискуссия еще минута, все. Нет, мне как бы, ну, пошел накопонист, я сам вопросы зачитывал, тут пошли реплики, обсуждения стран, конечно, затянулось это, четыре вопроса, касалось, после, председатель Тавриды, нерешенные, они были полностью с залом проголосованы, стопроцентно приняты. Ну, такие вопросы, чтобы пересмотреть решение по выделению земли Тавриде, понимаете, не до кромки моря, это полная дикость, понимаете, а, как положено отступить от кромки моря, 50 метров стоим, как положено по закону, чтобы береговая зона, должна быть будучи набережная, она будет или благостроена в бетоне, там, в граните, понимаете, в золоте, в серебре, не имеет значения, или будет девственная природа дикая, то, чего нам сегодня не хватает, понимаете. Почему востребована территория Капселя, Умеганова, потому что там действия нетронная еще природа, и она сохранять, сохранить, и люди там должны ходить, и мы, жители, и дети наши, понимаете, и дальше потомки, и те, кто любит природу наших гостей, поэтому это было. И чтобы до 15-го числа забор установил Тавриде там, где положено, обгородилось, и пускай там по линии антитеррора хоть пылеметы ставят, и там делают все, что положено, а вот вся зона 50-100 метров от моря должна быть свободной для круглогичного доступа и жителей, и гостей нашего города. Это просто было полностью, 100% проголосовано, большинство голосов, понимаете, и некие дискуссии потом не могли переномить ситуацию. Вопрос вам, а если там проголосовали, получается, отступить от кромки воды, как вы думаете, что будет с этим решением? Ну, я думаю, конечно, то, что я, конечно, не завидую, ну, конечно, Дмитрий Николаевич Тукаченко, ну, я давно его знаю, он нормальный человек, хороший специалист, прошел он все этапы своего роста, понимаете, он находится очень тяжелой в слове, как поступит сегодня. То есть, эта программа, которую вы не видели по старинке, вот так делай и вперед голосуй, она не прошла. Я прошу свои извинения, что пришлось мне таким, как настойчивым, сталинским, понимаешь, воспитанием заставить переносить ситуацию и услышать людей. И спасибо, Дмитрий Николаевич, и с помощью, так, и Залтревска, ну, не глупые люди, опыт имеют, они пошли на КПМИС и немножечко ситуацию успокоили. И дали возможность народу, кто присутствовал от народа, понимаете, именно, услышать себя и проголосовали, приняли мое предложение. Что дальше будет? А дальше, я думаю, они обсудят, я просто обсудят сегодня на совещаниях. Тут нужно получить, ну, как бы, подумать хорошо Рожку, Константин Васильевич, какую позицию занять, а не просто отмалчиваться. Занять позицию должен быть депутатский корпус, Единая Россия, а как поступать, ребята, выборы, будут скоро выборы, а что вы на выборах скажете. В этом году тяжелых ситуаций у вас было, поэтому нужно еще время исправить ситуацию, относиться к вопросам от имени народа, а личных позиций, понимаете, и раковаться сверху. И я думаю, что до совещания, до собрания территории совместного образования 28-го числа должны выработать позицию. Единственное, я обещаю, что эти вопросы, которые мы поднимали на советы города, будут вынесены в таком же способе, образом, понимаете, на советы территории совместного образования. И я прошу Игоря Ивановича, Константина Васильевича, за доставшееся время, понимаете, принять одновременное решение, не идти на конфликт с жителями города. Мне это не нужно, понимаете. Для этого создан, по рекомендации тоже Путина, того же Аксонова и Константинова, эти территории, чтобы они приблизили народ к власти. Все мы понимаем. Но я чувствую, что вы не верите в эти сантории и думаете, когда же они развалятся. А мы не допустим развала. Мы будем поддерживать эти территории, понимаете. Поэтому я вожусь в позиции всех данных людей. Верьте в это дело, что мы, если будем вместе работать, интересоваться своей жизнью, своим будущим, мы должны принимать участие и там подъебать злободенные вопросы. И требовать их решения. Выносить их на уровень потом госсовета, правительства, чтобы они там решали. Иначе толку не будет. Поверьте мне, я не бравирую, так должно быть. Помогите нам, общественникам, молодым и старым, ситуацию переломить для пользы Крыма, нашего курортного судака и нашего будущего. Вот такая есть у меня компросьба. Второе было такое предложение, чтобы конфликтную ситуацию снять, когда противостояние идет, такой вот общественной организации, значит, меганом-стоп, висос, вернее, чтобы там много проблем с этой территорией, заповеды и так далее. Там идет столкновение интересов, понимаете. Поэтому расширить Тавриду вот не туда к меганома, а вширь. Там, где большое поле, там, где метро обозначено, подвале было красиво, и там, где ставили палатки, сотни палаток, понимаете. И там жила Таврида. Вот эту территорию отдать Тавриде, дорога будет расширена, хорошая сделка, и все будут довольны. А там, где сегодня Таврида строила сотни домиков, все остальное, там, может быть, лесопарковую зону сделать лучшую в мире, чтобы весь мир ездит, смотреть, как мы хорошо устроились. Такое предложение тоже было принято, конечно, при определенном недовольстве администрации, но за счет того, что мы дали такое право проголосовать, большинство голосов такое предложение было принято. Ну, третий вопрос был о том, что приехали товарищи в межсезонье после наших протестных акций с Москвы на два дня, сделали нам шоу, много чего пообещали, подписали соглашение трех сторон, даже не обсуждая его, понимаете, и спокойно разъехались. И у всех, в целом, массовая информация, идут бравады, репортажи, хорошо провел, условно-вседаке, презентация этого проекта, и как люди, наши жители, все это поддержали. Ну, понятно, такая цель была. Поэтому, что я просто поставил о том, что, учитывая, что, благодаря нашим блогерам Смолова, он уже вечером того же дня опубликовал в газете текст соглашения, о том, что пообещала лично мне руководство администрации, что в газете 100% будет опубликовано в газете, вот вчера что-то, да, мне сейчас жена купила, посылал, я для дыр ее просмотрел, ничего тут не было опубликовано. А теперь с этим глава депресса убеждает, что возникает, что там места не хватило. Ну, понимаете, ну, стыдно об этом слушать. Но вы же пообещали, это ваши люди, ваши подчиненные. Но если вы пообещали, вы дедушки, если не активисты, что будет напечатано, Алла Анатольевна, ну, будьте любезны тогда, проверьте, позовите, извинитесь. Я бы сейчас не говорил, что почитаете днем в газете, но мы же сами себя опускаем ниже Плинтуса. Так невозможно. Я прошу эти вопросы, Григорий Гнатьевич, взять на учет и не допускать таких проколов. Это не выжение к людям, не ко мне, а ко всем нашим жителям, понимаете? Так нельзя делать. Поэтому вопрос о том, чтобы рассмотреть на заседании, значит, в территории пункты этого соглашения, в чем там подводные камни. Был, ну, считаю, правильно сделано, что давайте на свете в совещании, оно будет через месяц. Мы опротестовали, что должно быть совещание раз в месяц и не реже. Поэтому было принято решение, голосование большинством провести через две недели, чтобы за две недели люди ознакомились, активисты с этим соглашением, поймите ли вопросы, нашли их решение, и эти вопросы выставили на следующий же заседание городского совета, совет территории города, а еще лучше, вот 28 числа, я вас всех приглашаю, 28 числа, три часа в конференц-зале будет совет территории всего муниципального образования города. Я повторно приглашаю всех, кто принял участие. Этот вопрос мы опять поднимем там. Время есть для того, чтобы его рассмотреть, почему и так далее, и все спорные моменты убрать. Ну и вопрос касался поднятия предложения Данилян, Ирина Михайловна, что нужно задать координационный совет. Все эти согласились в свое время предварительно проработки с руководством Тавриды, но почему-то, когда вопрос поднялся на территории, что давайте образуем, уже наши активисты подготовили и состав по имени Совета. Понимаете, ну как бы администрация, мол, мы еще не готовы нам рассмотреть, хотя о том, что должен быть такой координационный совет, это написано четко в тексте одного из пунктов соглашения. Понимаете? То есть я понимаю так, что соглашение очевидно администрация сама еще не читала в полном составе, они знакомы. А те люди, что были, мало кто читал его, потому что все надеются, что в газете почитают. Поэтому я прошу все-таки вопросы изучать, потому что наше будущее. Если мы не оторвем от диванов, от телевизоров, понимаете, не будем принимать участие, мы останемся дни в этом самом городе, все остальное у нас, понимаете, отберут. Если вы посмотрите, что такое в законе некоммерческая организация, понимаете, там интересная ситуация. Вот то, что землю мы передали, это вреди, понимаете, это сельцик собственность. Они зря могут ее по кускам всем распадать, всем этим нашим, кто там занимается культурой, понимаете, по кусочкам, и мы всего лишимся на всю жизнь. Поэтому у нас грамотные люди, молодежь, ну пожалуйста, полезьте в законы, поизучайте их, эти вещи, понимаете. Мало что соглашение проработают в юристы ГОС, значит, ну, САМИН, понимаете, потому что там юристы проработают и делают то, что необходимо для того, чтобы решить высшую проблему, создать этот форум, развить его, но он даже интересный город будет соблюдаться. Это пошло активизироваться этих вопросов и их, понимаете, их обозначать на встрече. И главное, приходить на эти встречи, не просто дома сиживаться, быть активистами. Потому что сейчас было 19 человек, в зале растворились, мы не могли заставить этих членов городского совета, чтобы они в приземе сели туда отдельно. Вот тут война была, пускай в зале сидят, понимаете, просто по фамилии перечислили 19 человек, но если по фамилии будут перечислять на заседание 28 числа в конференц-зале, это будет хаос. ПТС сегодня предлагает представителю совета Игоря Геннадьевича, уж будьте любезны, сделайте так, левая часть зала и правая садится 50-60 человек совета территории округа, а с правой стороны жители, которые пришли, понимаете, ну, задать вопросы. А депутатов третий ряд посадите, или те, кто статистов придут, понимаете, от администрации. Вот давайте отделим актив горожан, актив горожан от статистов с администрации, рабочие ряд будут присутствовать, от депутатов, которые молча будут сидеть, вопросы не задавать, понимаете, просто как статисты. И, значит, активно счастлив граждан. Это нужно делать. Нельзя все смешивать в общую кучу, мутную воду. Такая просьба, пожалуйста. Это должно быть в регламенте, пожалуйста. Регламент должен быть, чтобы все понимали, как необходимо поступать. Галос тут недопустим. Поэтому, ну, в конце концов, я обсуждал о том, что совет территории пришли по селам, по селам и по надпоселкам. Почитайте в газете о них невозможно. Те репортажи, что они сами делают своими мобильными средствами, это, понимаете, пародия на репортаж. Я не знаю, чем занимается у нас группа, пресс-группа, три человека, нормальных, грамотных людей. У них нет техники, ничего нет. Как это может быть? Что у них нет техники, чем снимать даже. Даже создание, с моей просьбой, совета территории города, снимание какой-то там убогий, магиный телефон, каменного века. Почему пресс-служба ничего не писала в газете об этом как все, какие вопросы поднимались. Это же нужно писать, не только браваду показать, президиум сидел там Степикова, другой это, и глава посредине. И все на этом. Должно быть, да, что в зале, кто в зале, сколько территории присутствуют, сколько людей пришли, какие вопросы острые поднимались, понимаете? Что в новом свете, что в веселом, что в солнечной долине, что, Господи, это должно быть, чтобы мы знали, какие острые вопросы поднимают люди, чтобы мы эти вопросы поднимали на свете территории всего москопного образования. Но этого нет. Тут что угодно печатать, понимаете? А больше ничего. Ну, в завершение, я хочу поздравить всех мужчин с Днем защиты Отечества, понимаете? Сегодня есть проблемы, большие проблемы с патриотическим воспитанием, понимаете, всеми вещами, вот, и поэтому те, что люди в свое время отдали годы службы в армии, погибли на городах великих отечественных войн и в других ситуациях. Пожелать им этим людям здоровья, благополучия, мирного времени, счастливой жизни и примать активного счастья в защите наших интересов, не только на поле боя, а в мирной жизни, потому что защита интереса наших людей, оно в мирное время тоже требует усилий, настойчивости, мужества и стойкости. Чего я пожелаю всем, нашим защитникам, течцам, сегодняшнего и будущего поколения вам по-настоящему. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok